Минувший субботний день свердловским автомобилистам и пассажирам автобусов, двигавшимся из Екатеринбурга на восток и юго-восток, запомнится надолго. 10 сентября тюменское направление стало в гигантскую многокилометровую пробку. Даже жителям пригородных поселков добираться до дома приходилось по несколько часов, а поездка, например, в Белоярку или Заречный, отнимавшая обычно не более получаса, в этот день могла растянуться до трех часов. Причиной такого затора стал начавшийся ремонт на участке от 23 до 35 километра автодороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень. В зависимости от времени дня и количества выезжающих, длина пробки на тюменском направлении менялась, и к вечеру машины вставали в затор, едва выехав за знак Екатеринбурга. Многочасовое стояние, ну или движение с черепашьей скоростью, толкало часть автомобилистов на нарушение правил движения. Но попытки объезда затора по обочинам тут же пресекались их коллегами-автомобилистами, не желавшими дышать пылью с обочин. Двигаясь в этой многокилометровой пробке, то там, то там, можно было заметить на обочинах и заглохшие машины, водители которых планировали заправиться на трассе, но не доехали до заправок. Не помогало выезжающим за город и знание пути объезда. Те, кто пытался объехать пробку через село Касулино, вставали в другую, только однополосную пробку. Таким образом, блокированы оказались и старый сибирский тракт, и его дублер. И только за Касулино, после участка срезанного асфальта, движение автотранспорта возвращалось к привычным скоростям. По словам очевидцев, такие проблемы сохранялись и после окончания светового дня. Напомним, ремонт асфальтового полотна, действительно имеющего заметную колейность, федеральное учреждение «Урал-Упр-Автодор» почему-то решило начать во вторые выходные сентября, когда десятки тысяч горожан устремляются на свои дачи и загородные садовые участки, чтобы собрать и вывезти урожай. Очень своевременный ремонт получился.